Сегодня Дагомыс – это микрорайон Лазаревского района. Сейчас предлагается дать ему новый статус поселка городского типа. За последние годы население Дагомыса значительно увеличилось. Но все же житейские вопросы и проблемы жители могут решить только в Лазаревском, которое ни много ни мало в 60 километрах. Создание поселка городского типа избавит от неудобств, уверены местные жители. Ведь тогда в Дагомысе появится своя административная структура управления, которая будет наделена всеми полномочиями по содержанию, благоустройству и развитию этой территории. Только двумя руками за. Мы стали микрорайоном. И мы никому не нужны. Ни Лазаревскому району до нас далеко, ни центру города Сочи. Создали Волковский сельский совет. Это очень хорошо для тех поселков, которые вокруг поселка Дагомыс. Но Дагомыс к ним не относится. Поэтому, конечно, нам очень нужен статус поселка городского типа. Во-первых, будет финансирование. Хоть какое-то, небольшое может быть, но будет. Уже, значит, все пойдет на поселок Дагомыс. Я была бы очень рада, если бы мы стали поселком городского типа, так как мы очень часто по вопросам дошкольного образования, школьного образования, по получению паспортов всегда обращаемся в Лазаревск. Так как здесь будет находиться администрация, я так думаю, что у нас будет возможность, все эти услуги будут оказывать нам на месте. И нам не придется ездить в Лазаревск. Это состояние жду уже больше сорока лет. Нам все обещают, всегда все обещали, обещали, говорили, что будет, будем, будем решать. Но ничего с места не сдвинулось. А теперь, конечно, будем рады. Нам очень далеко. Лазаревка – это, конечно, край света для нас. Чтобы туда доехать, нужно два часа и обратно два. И целый день, считай, пропал. Галина Дорофеевна в Дагомысе старожил. Всю жизнь работала на благо микрорайона. Но не в самом Дагомысе, а опять-таки в Лазаревской администрации. Я вела прием граждан, давала справки всех видов, копии, заверяла все копии. Но при этом я была работник администрации Лазаревского района. Были все службы в районе. Но то, что могли, мы делали в Дагомысе. Этого было, конечно, недостаточно. Знаю, что это будет финансирование, самое главное. Сейчас, как таковое, нет на Дагомысе отдельного финансирования. Это для нас делается. Нам хорошо будет. Если от того, что будет здесь, все службы будут в Дагомысе. С завтрашнего дня начнут ходить люди неравнодушные к Дагомыцу. Будут ходить с опросным листом. Желательно поставить, чтобы все поставили «да». МФЦ оказывает очень большой спектр услуг. То есть по многим вопросам люди ездят в МФЦ и бывает вот ездим и отстаиваем очередь. Их были проблемы. Если здесь будет, это в Дагомысе, это прекрасно. Я в этом поселке проживаю 72 года. Он был поселком всегда. И когда он стал микрорайоном, жители местные, в общем-то, и не знали. Увидели тогда, когда на автобусах появилась табличка «Микрорайон Дагомыс». Я, конечно, очень даже за и призываю всех проголосовать за. Нам нужна своя администрация, нам нужна своя дотация, нужна нам свои службы. Жители нового поселка городского типа получат целый ряд преимуществ. И это не только открытие МФЦ. Поселок получит свою строку финансирования за счет вхождения на самостоятельных началах в программы благоустройства. Появится своя администрация, паспортный стол. Разумеется, начнут работать и отделение коммунальных служб. Плюсы в поселке городского типа видят и предприниматели Дагомыса. Мне, как предпринимателю, постоянно возникают вопросы, которые связаны с администрацией Лазаревского района. И мне много вопросов, времени я трачу на дорогу в Лазаревск. Поэтому меня устраивает, чтобы все структуры, которые непосредственно имеем отношение, находились в поселке. Меньше времени потратим на эти вопросы, тем больше времени останется у нас на работу. Также у нас будет здесь свой глава, к которому мы будем вопросы, которые у нас возникают в ходе процесса нашей работы, обращаться к ним непосредственно здесь на месте. Если жители Дагомыса решат, что поселку городского типа быть, то здесь свою работу начнут и сотрудники налоговой, миграционной служб, военкомата. К слову, менять паспорта местным жителям не придется, если только по желанию. При создании поселка городского типа в поселке появится свой глава. Он будет заместителем главы Лазаревского района и по совместительству будет главой поселка городского типа Дагомыс. Естественно, этот человек будет наделен определенными властно-распорядительными функциями и в связи с этим он может здесь на месте решать поставленные задачи. Это будет связано со всеми вопросами. Транспорт, дороги, благоустройство, соцсфера и так далее. С просьбой сменить Дагомысу статус в городское собрание Сочи обратилась инициативная группа микрорайона. Оно есть среди местных жителей и те, кто обеспокоен возможными переменами. Люди просто на сегодняшний момент недопонимают всех плюсов, которые появятся у нас в связи с созданием поселка городского типа. Да, эта группа есть. Мы сейчас активно с ними проводим работу. Мы им разъясняем, что жизнь изменится к лучшему однозначно и упростит многие те житейские вопросы, которые возникают. Голосование в Дагомысе стартует 3 декабря и продлится по восьмое. Для удобства граждан в микрорайоне откроется семь участков. В отеле «Генрих», в Доме культуры, на предприятии «Гранд Авто», в школах 76 и 82, а также в общежитиях на Армавирской 16 и Батумском шоссе 63. Пройдут и поддомовые обходы.